Расскажите нам о рейсах. Было это 100% перфектно? Да, это первая моя победа на этапе Кубка мира. И да, могу себе поставить твердую пятерку за эту гонку, и все получилось на 100%. Да, это моя первая победа Великобритания. Я дала себе A+, и я думаю, что я был 100% перфектно. Как это для тебя? Ты был в тени Дарья Домрачева после Олимпиады в вашем стране? Вот, поэтому я себя ощущала именно, и ко мне были отношения именно такие, что я показывала, такие отношения были. Поэтому ни в коем случае я не была ни в чьей либо тени, если только в своей. И... Ну вот и все. Я не могу сказать, что я была в ее шаге. Я была в моем шаге. Я была в моем шаге. Это было так, что я была. Я была номер два. И это было как люди воспринимали меня, потому что я была номер два. И это было так. И теперь мы на номер один. Сегодня не только в Беларуси, но и в целом мире. Вы меняли что-то из прошлого года, чтобы принимать последний шаг? Или какая-то разница от одного года назад, два года назад? Да. У нас немножко произошли небольшие изменения и в нашей команде. У нас поменялся тренер, и сейчас работают с нами два тренера. Свобода Федор и Альфред Эдер к нам вернулся. Он с нами работал первый год после Олимпиады. И мы этому очень рады. И, в общем-то, я чувствую, что его методика подготовки мне подходит. И сейчас я могу увидеть, что это действительно так. Я надеюсь, что это так же будет продолжаться. И многие меня называют декабристкой. Но надеюсь, что я смогу стать и январисткой, и февралисткой, и мартисткой. Да, это изменилось немного. У нас был новый тренер приехал в команду. Альфред Эдер вернулся к нам работать. И я думаю, что его подготовка мне подходит. Я просто надеюсь, что я не буду быть один из тех атлетов, кто только успеет в декабре. Я надеюсь, что я смогу вернуться в январь, и февраль, и в марте. И мы увидим. И что произошло в твоей голове, когда ты ждала Сенуэва? Было довольно крепко, последние 2 километра там. Я не видела. В это время я давала интервью, и только когда уже подошла к своим тренерам, мне сказали, что после финиша, что вот была борьба, и три секунды, две с половиной секунды, да, я выиграла. Поэтому у меня не было нервозности, потому что я этого не видела. Да, у меня у мамы вчера был день рождения, у нее был юбилей, 65 лет, и я очень надеюсь, что... Ну вот, я уже давно не была рядом с ней в этот день, все время соревнования, и все время здесь соревнования. Ну вот, я надеюсь, что так она почувствует меня рядом с собой. И я ее рядом с собой. Вот, и я думаю, что для нее это хороший подарок. Да, действительно, моя мама вчера 65 лет вчера, и это было время с ней с ней с ней, потому что я всегда путешествую. И я просто надеюсь, что она может чувствовать, что она рядом с мной на этот день, и я надеюсь, что это будет хороший праздник для нее. Это действительно был хороший праздник. Поздравляю! Мы идем к Сен-Ове, если вы подключите эту микрофон. У вас есть фантазия, что вы должны сидеть здесь сейчас, на пресс-конференции? Нет. Да. Скажите нам о путешествиях, что ты сделал последний год, потому что я знаю, что это не было легче. Да, это невероятно, я думаю. Потому что последний год я смотрел эти соревнования, я смотрел с моим братом, и я был очень тяжелым, и не тренировался уже месяц. В новом и декабре я на антибиотиках, и мой будущий был очень инсекционный. Но сентября и сентября были очень хороши. И я был поддержан от моих тиммейтов и моих тренировок, и все было хорошо. Но сегодня, второе место, это преимущество. Это все мои мечты. Да, я был тренироваться более и больше, и этот сентябрь, я думаю, и я думаю, что моего сердца снова снова вернула. Может быть, ты нуждался месяц? Да, может быть. Если это было то, что я думаю, это хорошо. 6 из 7 best shoots, 20 из 20. Вы видели это раньше? Я не знаю. Я не знаю. Я очень удивляюсь от моих тиммейтов. Но это в хорошем состоянии, и это очень хорошая штука. Но, да, я очень счастлива. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Какие разы ты был в полном доме? 20 из 20? Я думаю, что это мой четвертый раз. Это не много, но два раза в месяц. Это выглядит хорошо. Фантастик. Мы вернем. Юлия тоже. Если вы включите микрофон. Юлия, вы тоже были болезнен. Я слышала, что вы не победили в Норвеге. Какой был проблем? Ты болела? То есть на прошлой неделе ты не соревновалась в Норвегии? Ну, да. Просто. Раз, раз. Ну, честно говоря, да, пропускали, потому что непонятная была ситуация. Поднималась температура. То есть вроде никаких признаков и, ну, чештолой болезни не возникало, но это температура, и мы решили поберечься и пропускали старты открытия сезона. Поэтому я так чуть-чуть, конечно, перешитовала по этому поводу, потому что не было скоростной работы как таковой. и сегодня была классная тренировка. И, конечно, я была в пыли, и я не знала причину. И поэтому мы не потеряли несколько опыта соревнований сезона. И я просто думаю, что сегодня это очень хорошо тренировка. Что лучше всего в тренировке понравилось сегодня? В тренировке сегодня? Ну, честно говоря, у меня с прошлого сезона возникла проблема на рубежах. То есть у меня два-три маха на рубеже. Это было стабильно. Поэтому я сегодня, конечно, рада, что чисто смогла отработать. Может быть, не в самом, ну, таком скоростном ритме, но ноль. Это меня уже радует. Что я больше рада с тем, что в прошлой сезоне вы потеряли два-три маха на уровне. Это было норма для меня. Но сегодня было абсолютно чистым. Так что я рада с тем, что я рада с тем. Сколько раз было так, что чисто отстреливалось в индивидуальной гонке? Честно говоря, не помню. Но раньше было больше, конечно, когда я бегала еще по юниоркам и на IBU меня часто были нули именно на индивидуальных гонках. Ну, максимум был мах один, да? А потом как-то так. Все хуже, хуже. Ну, вернее, больше махов больше. И вот за последние два года это первый раз у меня ноль на индивидуальной гонке. В принципе, когда я был юниор, это было довольно норма для меня и я был в бюджетной гонке. Я был в бюджетной гонке на юниорках. Я был в бюджетной гонке. Как в сборе, как на прошлых Олимпийских играх. Как готовы к Пинчангу все команды защищать честь? Ну, конечно, готовы, как и все. Только еще это два месяца до начала Олимпийских игр. Ну, у нас довольно-таки сильная команда на данный момент, поэтому сильно не переживаем. Да, конечно, мы готовы, но это еще несколько месяцев до начала Олимпийских игр. Но, конечно, у нас есть очень сильная команда и мы не слишком нервы. Спасибо. Юлия, какие-то вопросы? Спасибо. Надеша, люди здесь говорили об абсолютно perfect conditions. Это было так для вас? Говорят о условиях, которые идеальны были на стадионе. Действительно это было так для вас сегодня? Да, очень хорошая трасса, потому что, когда здесь теплее или дождь, она намного сложнее и есть лед. Сегодня его практически не было, и это нам на самом деле помогало, поэтому в холодной такой температуре для Астерсунда есть тоже большой плюс, потому что все-таки трасса намного приятнее, чем если она при плюсовой температуре. Астерсунда? Да, действительно. Когда здесь немного теплее, это может быть трудно, потому что тогда это может быть очень слепым, и астеричным, и иногда, и здесь, в Астерсунде, когда это холодная температура, это огромное преимущество. Я чувствовал себя хорошо на трассе сегодня. Спасибо. Если нет, если нет, какие-либо вопросы, мы говорим, спасибо, 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 и good luck for the rest of the week here in Астерсунда.